Привет, мармеладки! В этом видео мы с вами будем получать еще две классные бесплатные вещички от моей любимой корейской группы TWICE. Поэтому смотрите это видео до конца и ничего не пропускайте. Кстати, мы с вами уже получали бесплатные вещи от K-pop, то есть мы получали вещи, точно помню, от парней. И теперь, видите, мы получаем вещи от девчачьей группы TWICE. Интересно, будет ли у нас Blackpink или BTS в Роблоксе, я не удивлюсь, если совсем скоро они появятся. Поэтому, если вдруг они появятся, я, конечно же, буду снимать видеоролики. Перед началом данного видеоролика я бы вам хотела посоветовать очень классный сайт по покупке робоксов. Только здесь вы сможете купить робоксы выгоднее, чем где-либо. За 100 робоксов вы должны будете заплатить всего лишь 45 рублей. Это очень выгодно, поверьте. Поэтому обязательно переходите, также можете почитать положительные отзывы в группе ВКонтакте. Здесь также есть множество интересных постов и, конечно же, очень выгодные робоксы. Ссылочка на сайт и на группу ВКонтакте будет в описании и в закрепленном комментарии. Обязательно переходите. А если вы тоже хотите увидеть бесплатные вещи от них, то, конечно же, поставьте лайк и не забудьте написать в комментариях, какие бесплатные вещи вы хотите получить в следующем видеоролике. А чтобы получить эти бесплатные вещички, мы с вами должны зайти вот в такой вот проход и переместиться вот в это место. Смотрите, тут у нас есть очень прикольные мини-игры, а именно это у нас мини-игры, которые, получается, связаны с нашей логикой. Здесь мы должны будем с вами проходить мини-уровни, выполнять разные загадки, но вам их выполнять не придется. Вы можете просто посмотреть мое видео, делать все то же самое, что буду делать я. В общем, вы это все делаете. И в конце игры мы с вами получаем классную бесплатную вещичку. Это будет мерч от корейской группы TWICE, поэтому мы с вами грузимся. Я не понимаю, почему меня не прикинуло на карту. Что случилось? Давайте напишем ОК. А вот, да, мне прикидывают. Просто нам все с запозданием случилось. Нажимаю кнопочку Ready, и вот мы уже ready. Мы готовы с вами играть дальше и проходить этот уровень. Здесь мы с вами должны найти код, и это у нас просто свет. Так, пока давайте свет оставим, потому что нам должно быть очень видно все хорошо. И давайте открывать вот такие вот шкафчики. Я думаю, те, кто любят играть в пигги, для них эта игра не составит никакого труда, потому что это просто шкафчики, их достаточно просто открывать. И тут здесь, я думаю, мы с вами должны будем найти ключики. Я уже вижу закрытый шкафчик. Значит, где-то рядом от него должны быть, я так понимаю, ключи, которые мы с вами как раз таки и будем открывать этот сейф. Так, давайте открывать все подряд шкафчики. Будет очень смешно, если они все же окажутся, ключ окажется вот в тех дальних. Шкафчик, поэтому давайте сразу их проверим. Что-то мне кажется, что именно там она и окажется. Так, давайте смотреть. И нет, я не угадала, он оказался не здесь. Значит, скорее всего, ключик где-то здесь, но здесь его тоже нет. Так, где мой ключик? Давайте поищем повнимательнее. Может быть, я его где-то пропустила. Что здесь вообще делает эта свинка? Так, он пишет, да, код, что нужен нам код. Давайте тогда искать ключик, где он тут находится. Может быть, он где-то на полу. Но, скорее всего, он должен быть в шкафчике. Может быть, я его просто не заметила. Давайте еще разочек пройдемся и внимательно посмотрим в каждый шкафчик. Так, здесь вроде как нету. Но мне показалось, что где-то здесь у меня настраивается кнопка. А, это просто на шкафчик. Понятно. Давайте смотреть дальше. Проходим здесь. Здесь ничего нету. И здесь тоже нету. А где тогда? А, вот он ключик. Зачем я открывала эти шкафчики? Да, вот ключик очень, знаете, такой невзрачный, поэтому его как бы трудно увидеть. Но я готова открывать ключик. Так, отлично, я его открыла. И забираем здесь вот такую вот ультрафиолетовую лампу. Она нужна для того, чтобы увидеть код, который находится на стенах или на полу. В общем, это не важно, где-то он должен находиться. Проверим стенку. На стенке нет. Скорее всего, это будет все на партах. Поэтому давайте также просмотрим и парты. Так, на этих партах ничего нету. Может, надо дольше светить? Давайте смотреть. Кстати, если что, это один из самых трудных уровней. Я решила сразу в этой игре пройти самый трудный. Именно связанный со школой. Потому что в нем надо как бы больше всего делать. Поэтому я решила, что лучше начали мы пройдем с вами трудный уровень. А потом уже будем проходить легкие. Но проблема в том, что он слишком трудный. Я не знаю. Знаете, ребятки, тут есть такая еще загвоздка, что, скорее всего, у нас у всех они будут расположены в разных местах. То есть, если у вас ключи находятся не там, где у меня, то это, да, немножко проблема. Придется самим поискать. Но, если что, ключи могут быть, получается, как и в шкафчиках, так, видите, как у меня было на подоконнике. Поэтому смотрите внимательно. Я пока не могу найти свой заветный код. Он почему-то у меня не высвечивается. Я не знаю, где он. А, блин, он все это время был здесь. А где он? Где код? Стойте. Нет, верните. Блин, вроде как было 12.29. Но почему-то я не совсем уверена, что этот код был именно такой. 12.29, пожалуйста, пускай он будет правильно. Да, ребятки, я успела его углядеть, успела его запомнить. Это очень важно. Поэтому, если вы увидите код, лучше запоминайте сразу. Потому что потом второй раз искать будет не очень. И да, почему-то меня тэпнуло не туда, куда надо было. Так, давайте зайдем вот в эту игру. Да, пишем окей. Как-то тут очень много народу набилось. Мне так кажется. Поэтому давайте загружаться с вами. И загружаемся в следующую мини-игру. Эта мини-игра у нас связана с какой-то детской комнаткой. Я так поняла. Нажимаем кнопочку Ready, чтобы у нас времечко уменьшилось. И давайте смотреть, что мы тут должны делать. Нет, это у нас еще не детская комната или детская? Ну да, что в этом роде. Здесь мы должны с вами так что-то сделать. Собрать код, да. Код у нас здесь находится на часах. Поэтому запоминаем. 5, 7, 8, 1. 5, 7, 8, 1. Мы пишем 5, 7, 5, 7, 8, 1. Наш код. Нажимаем кнопочку и проходим дальше в следующую мини-игру. Все, у нас идет телепорт. Я как-то начала не с того места, а по ходу мини-игры. Почему-то... Сейчас куда меня перенесет. Видите, сейчас мне переносят все по порядку. Я почему-то начала с какой-то другой мини-игры. Меня сразу переносло в обычное лобби. Поэтому давайте здесь смотреть. И будем здесь собирать игрушечки. Мягкие игрушки, которые находятся разбросаны по всей карте. У меня здесь есть пингвинчик. Есть вот такая вот кошечка. Здесь есть у нас зайчик. Так, тут у нас как-то очень странно сидит олень. И как раз таки я заметила, что тут у нас лежит какое-то еще яблоко. Давайте его тоже себе заберем. Так, дальше я не забрала вроде как вот этого котика. Кто это вообще у нас? Кто это? Или забрала, наверное, уже забрала. Так, хорошо. Значит, забираем здесь Рэббита. Вот этого Рэббита. Рэббита, как его забрать? Вот так, да, забрала. Банни это у нас. Так, забираем бани. И идем дальше. Здесь у нас есть еще одна игрушка. Есть еще одна игрушечка. Так, смотрим еще по сторонам. Внимательно, внимательно. Чтобы никого не упустить из виду. Так, тут у нас под столом кто-то сидит. Так почему-то страшно выглядит. Так, забираем еще вот такую вот белочку. И на столичке вроде как больше никого нету. Поэтому давайте вставлять дальше. Это у нас все милашки участницы. Посмотрите, какие они все классные. Давайте. Так, пингвинчика сюда. Ой, какой пингвин? А, это реально пингвин. Поэтому идем в другое место. Даю пингвинчика этой девочке. Теперь берем дальше вот такого вот. Это у нас олененочек. Давайте его запихнем вот сюда. Где ему и место. А может быть... Ну да, вроде лененок все правильно было. Почему-то оно подвисло. Теперь я должна найти бобра. Поэтому его тоже пихаем сюда. Да, пихаем. Как-то тут, знаете, проблемы с пиханием их в рамы. Потому что они не хотят туда пихаться. Ай, давайте подойти еще поближе. Что ж такое? Куда нужно нажать? Вот так вроде получше. Теперь берем здесь свинку. Здесь, походу, должен быть не свинка, а кто-то другой. Так, ну точно не тайгер. Дог, наверное, да. Дог. Подходим к реббиту и вытаскиваем здесь банни. И тоже надо его запихнуть. Теперь у нас еще кто-то. Я не знаю, кто это. Так, это точно не элефант. Нет, это не яблоко. Да, скорее всего, тигр. Поэтому уложим сюда тигра, если у меня это получится. Подходим. И вот так пихаем, пихаем. О, получилось запихнуть. И как раз таки у нас осталось еще положить яблочко. А, это у нас персик, блин. Почему я все время называла это яблоками, если это персик? Так, теперь уложим сюда элефанта. Он такой прям огромный. И берем нашу, берем вот эту свиночку и все. Теперь я могу выбегать. И давайте перемещаться дальше. Мы с вами перемещаемся в следующий вентик. Поэтому давайте ждать загрузочку. И это вроде как заключительный трейд. Ну, то есть четвертый. Я четвертый уже прошла. Они здесь, и мы уже с вами были. И мне, походу, придется его пройти заново. Поэтому я просто не буду вам показывать, как я его прохожу. Вот, ребятки, я получила бейджик. После того, как прошла все четыре мини-игры, теперь я еще могу подойти вот к этому автомату и закинуть туда вот такую вот штучку, чтобы получить еще бесплатную вещичку. Давайте ее закидывать. Какой-то еще запросик. И я получаю... О, ребятки, я получила олененка. Тоже прикольно. И, в общем, ребятки, я таким образом собрала себе две бесплатные вещички. Именно классную маечку и кепочку. Поэтому заходите в игру и обязательно получайте все эти бесплатные вещички. Если вы хотите получать их еще больше, тогда обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик на моем канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok